1-2 раз, еще раз. Планы. Кажется не лишним вернуться к такому понятию, как пространство картины и глубина изображаемой сцены. Это качество, которое начиная от плосковатых декоративных изображений раннего возрождения постепенно приобретало ценность вплоть до 20 века. Художники находили все новые приемы изображения этого пространства, добивались иллюзии глубины. В их арсенале были различные уловки перспективного построения, воздушная, цветная или тепло-холодная перспектива, сфумата, размытие, понижение резкости и контрастов, ореолы, контуры. С начала 20 века, отчасти испугавшись фотографией кино в поисках нового изобразительного языка, художники снова стали писать все более плоско. Начали импрессионисты, пожертвовав тоном ради цвета. Фуантилисты оставили лишь некоторые цветовые варианты плановых пространственных градаций. Кубисты представили пространство как набор плоскостей, все более уплощая его вплоть до плоской мозаики. Фависты, сезонисты, прибегая к контурам и локальным цветам, а не отражающим свет поверхностям, тоже, соответственно, уплощали. Экспрессионистов часто занимала поверхность картины как таковая, фактура, краска. Ну и абстракционисты, это тоже двухмерная плоскость прежде всего. Даже околореалистические направления, сюрреализм, фотореализм, гиперреализм стали больше походить на плоскую фотографию, чем на убедительное осязаемое пространство. Это сходство с фотографией закреплялось и новыми, узаконенными в 20 веке композиционными приемами, ну и общим креном станковой картины к монументальной стилистике. Фотографию признали лучшим пространственным симулятором, которым она, конечно, не была. А сам механизм стереофотографии остается каким-то недоступным чудом для многих современных художников, равно как и свет, пронизывающий пространство на картинах Рембрандта, материальные объемы Рубенса или осязаемый воздух Вермеера. Все это вводит в ступор современных творцов, которые ссылаются то на какие-то особые составы красок старых мастеров, то на недостижимую ныне технику письма. И, похоже, они в основной массе оставили попытки обрести эти тайные масонские знания и успокаиваются в примитивном дизайне в плоской картине. Проблема не в том, что мы разучились видеть глубину. Проблема в том, что это перестало быть важным, значимым в картине. Это мы перестали полноценно учить. Но остается надеяться, что спираль развития приведет на следующем витке к тому, что в картину вернется пространство, некое подобие стереоскопического эффекта. Итак, передний план. Это не предметы, которые что-то там загораживают. Даже если они не являются самыми важными, они оказались перед сценой, чтобы начать отсчет пространства. Ввести вас в него, обозначить глубину резкости. Это фотографический термин, но полезно помнить о том, что наше зрение, хоть и стереоскопическое, мы можем все-таки фокусироваться на разных планах, забывая при этом о желательных различиях этих пространственных отметок. Фотоаппарат при открытой диафрагме выдает малую глубину резкости, то есть резкость в небольшой ограниченной зоне. Для убедительности планов это можно использовать в картине. Но, правда, фотоаппарат можно навести на дальний или на средний план. В картине все-таки традиционно резкость падает от первого плана в глубину. А уж если нужно привлечь внимание именно ко второму, к среднему плану, в таком случае значимость ближних объектов понижают, но не за счет размытости, а за счет других приемов уводят в тень. Соответственно, объекты при этом уплощаются, теряются детали. Ну и цель таким образом достигается. В главном пространственном поле, зоне, в значимой для нашей картины месте, ну пусть в среднем плане, да, где разворачивается наше действие, мы применяем все по максимуму. Насыщенность цвета, контрасты тона, четкость и резкость контуров, детализация. Более мелкие детали, организующие центр или наоборот какой-то крупный объем, привлекающий наше внимание. Материальность поверхностей, фактура самой живописи, да вообще максимальный технологизм, ну технико-технологическое составляющее, где разница между прозрачными светящимися тенями и плотным фактурным светом преувеличена максимально. Это то место, куда ведут все зримые и незримые линии композиционного построения, куда направляется внимание зрителя, где художник работает в полную силу на предельной концентрации. Ну и где он по-хорошему показывает свое умение. Кстати, именно для усиления ощущения такой концентрации и умопомрачительной сделанности художник иногда прибегает к контролируемой небрежности, умышленной незавершенности в других планах. Так уже не главный, а вторичный дальний план знаменует собой падение всего. Падение цвета, ну яркий цвет воспринимается ближе, чем бледный, да, а теплый ближе, чем холодный. Кстати, именно этот невнятный средневзвешенный цвет фона хорош для полутонов среднего плана. Это простой способ повернуть их от света, исходящего сверху, задав ими полутонами плоскость, сходную с плоским фоном. Этот средневзвешенный цвет, ну часто вообще это основа колорита, такой условно окрашенный воздух, может быть чуть светлее или темнее вдали, но главное, что он менее контрастирует с окружением по мере удаления. Задний план это падение контраста, ну свет в горах это совсем не белый на черном. Квадраты шахматной доски по мере удаления становятся все менее различимы. Падение объемов приводит к тому, что дальний план это плоские декорации, ну хоть бывает и наслаиваются друг на друга, но все равно плоские. Часто происходит падение резкости и жесткости. Ну действительно угловатая линия кажется ближе, поскольку активнее, активнее плавной. То есть, грубо говоря, квадрат воспринимается всегда ближе, чем круг. Возможно, это связано с нашим опытом. Жесткие грани сплавляются по мере удаления, и квадрат превращается в круглое пятно на расстоянии, поэтому возникают вот эти устойчивые пространственные ассоциации даже на уровне абстрактной линии силуэта. Фактурный мазок более материален и потому кажется ближе мазка прозрачного, акварельного. Но вообще логично, если по мере удаления вся эта технико-технологическая кухня будет падать. Падение остроты ритмической, смысловой, уменьшение любых активностей, размеров наконец. Да, вероятно, можно делать акцент на сочетаниях плоских зон, силуэтов, линий, увлечься контуром как таковым, но, безусловно, есть сцены, где красота неотъемлемым образом связана с пространством. И упростить или упластить, то есть сделать плоским, не дотянуть это самое пространство, ну, значит, не дотянуть или вовсе скрыть красоту, убить картину, по сути.